Всем привет! Это Puzzle English, я Оля. За окном зима, и это пора, когда приходится утепляться, носить шапки, и, конечно же, прическа от этого страдает. Я бы хотела рассказать вам сегодня об устойчивых выражениях, связанных с волосами, которые обычно используют носители английского языка. Первое, и, пожалуй, самое известное, это bad hair day. Прямое значение этого выражения дословно, что сегодня день плохой неудачной прически. Для длинных волос есть выход. I just throw my hair up in a ponytail or in a bun every time I have a bad hair day. Я просто собираю волосы в хвост или пучок каждый раз, когда у меня день неудачной прически. Представьте, вы помыли голову перед сном, а с утра у вас на голове дом. Или порывистый ветер растрепал укладку, которую вы делали целый час. И вот день уже будто не задался, вы не чувствуете себя привлекательным, настроение на нуле. Тут и возникает переносное значение этой фразы «неудачный день», когда все идет наперекосяк, не так, как вы запланировали. Мой совет – относиться к неприятностям с юмором. Если у вас неудачный день или вы только что пролили на себя кофе, пошутите на этот счет. Второе выражение – to split hairs. Означает спорить о чем-то несущественном, мелочиться, вдаваться в подробности. Это выражение появилось в 17 веке, когда утверждали, что практически невозможно и бессмысленно разделить волос на две части по его длине. Поэтому выражение to split hairs стало значить «спорить о малозначимых деталях». Изобретение микроскопа дало возможность расщепить волос, но выражение, тем не менее, осталось. Ему нравится спорить по мелочам, нормальная беседа его не интересует. Душнило. Обращаю ваше внимание, что в самом выражении слово hairs во множественном числе в значении конкретных волосков, которые можно посчитать. Если же речь идет о шевелюре на голове, то hair неисчисляемо и s на конце не используется. Третью идиому to let one's hair down оценят девушки, которые знают, какое удовольствие после долгого дня, праздничного или ответственного мероприятия расплести косы, разобрать пучки, достать все невидимки из головы и освободиться от вавилонов на голове. В буквальном переводе to let one's hair down – распустить волосы. В устойчивом выражении означает расслабиться, чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы делать то, что вы хотите. Давайте рассмотрим пару примеров. Те, чья повседневная жизнь окружена формальностью, любят расслабиться по полной во время отпуска. Мой друг – такой сплетник, что мне тяжело расслабиться в собственном доме. Следующее выражение, четвертое. Означает наводить ужас, пугать так, что волосы стоят дыбом. Например, я ужасно боюсь пауков и змей и могу сказать. От пауков и змей у меня волосы встают дыбом. Или еще немного о моих страхах. От просмотра фильмов ужасов в одиночестве по ночам у меня волосы стоят дыбом. Пятое выражение. Старушка, которая сидела рядом со мной в автобусе, докучала мне историей своей жизни. Все-таки желательно избавиться от назойливой ситуации, используем предлог out. И выражение звучит так. Конечно, это не все идиомы на тему волос. И я буду рада, если вы поделитесь другими устойчивыми выражениями в комментариях. Друзья, желаю вам хорошего настроения. Изучайте и используйте идиомы. Пусть у вас всегда будет прекрасная прическа и поменьше bad hair days. Всем пока!